Добрый день, дорогие слушатели, зрители! Мы довольно долго не встречались с вами, но вот сейчас будем отвечать на ваши многочисленные, иногда не совсем простые вопросы. Анна Белая, Москва, помогите разобраться в понимании христианской добродетели. Бог есть любовь, и мы должны к нему стремиться, любить людей. К сожалению, выходит так, что ты стараешься быть отзывчивой, помогать ближнему, но очень часто люди просто тобой пользуются, обижают, укоряют в том, что строят себя хорошую. Я говорю о невоцерковленных, как их большинство. Как поступить? Ограждать себя от таких людей или терпеть поношения и обиды? Блаженни вы, егда, поносят вас, и жденут, и рекутся, зол на гол, на вылжущими не ради. Радуйтесь и веселитесь, я комсдаваша, много на небесе. Поэтому наш удел такой. Христиане вообще-то всегда были в напряжении. Почитайте историю. Первых три века где-то что-то случилось. Виноваты христиан, их на арену цирков, к олевам, к гладиаторам. Случился пожар в Риме. Сам император поджог. Виноват христиан. Христиан на кресты и живые факелы с них сделать. Да что далеко ходить, наш 20 век. Вспомните, как нас не пускали в храмы, как над нами смеялись, ругались. А сейчас то же самое. Если раньше атеизм был государственной идеологией, то к великому сожалению сейчас атеизм в жизни. Посмотрите наши фильмы, нашу рекламу, наши идеалы, когда карьера – это все, деньги – это мечта, а средства могут быть любые. Поэтому я не думаю, что надо унывать. По возможности, если ты видишь где-то лужу, не обязательно сразу по ней идти. Можно обойти. Так и в жизни. Это же мы знаем, чувствуем. Если видим где-то наше даже доброе дело, появление, вызовет критику или насмешки, удались от этих людей и успокойся. И Господь сам укажет и путь, и истину, и жизнь. Александр Сытник, Одесса. Мой родственник был у монаха, который сказал ему, что на роду проклятие на уничтожение рода. Для того, чтобы снять его, нужно, чтобы кто-то из рода пошел в монастырь замаливать грехи. Как это воспринимать? Очень страшно стало на душе. Спасибо за ответ. Больно за этого монаха, который сам не понимает, что говорит. Слишком много берет на себя. Очень много сейчас таких провидцев. Старцы, монахи, которые нередко пользуются духовной безграмотностью. Слушай, я тебе скажу прямо, оставь все эти его пожелания, больше к нему никогда не ходи. Ходи в церковь, молись, живи по-христиански, и все у тебя будет нормально. Запомни, что наша задача, и особенно пастырей, не о проклятиях говорить, а о любви. Это главное. Не смятение в душу вносить, а мир и покой. Молись и ничего не бойся. Правильным ли является Александра Ильинара, Стова-на-Дону? Ума заключения, что Бог один, но пути веры к нему разные. Многие люди этим оправдывают другие религии, и то, что не важно, к какому веру спорят принадлежать, Бог же один и выбирает для себя удобную форму веру. Прошу святых молить. Спаси Господи. Никто не спорит, что Бог один. Конечно, Бог один. Но это не значит, что любая фантазия новых различных проповедников является истинным путем к Богу. Почему мы говорим православие? Правильно, славить правый путь к Богу. Но зачем же идти, я в Симбирске живу, в Москву ехать через Кейптаун, если я напрямую? Пойду через Кейптаун, не дай Бог, и самолет упадет, а там акулы еще плавают, а там Африка, всякие львы там ходят и прочее, так и к Богу. Держи веру православную и знай, что в ней истина и жизнь. А учителей, которые говорят, что Бог один и независимо, как верить, лишь бы верить, это совершенно неправильно. Верить надо правильно верить. Православие является тем прямым путем, не через Кейптаун, а напрямую к Богу. Помогай, Господь. Светлана Сакарева или Сакарева, скажите, а если невеста беременная, обвенчают или лучше венчаться после рождения ребенка? Да, вопросик. Лучше бы, конечно, повенчаться даже раньше. Ну, хорошо, что ты беременна, не делай аборты. Это очень важно. Ну, что же я тебе могу сказать? Надо, во-первых, для того, чтобы повенчаться, было понимание и вашего супруга, что он тоже согласен. И, конечно, вообще-то, в принципе, что такое венчание? Там молитва на благословение детей, но все зависит. Пойди к местному священнику и побеседуй, потому что я же не знаю тебя, а он тебе все расскажет. Помогай, Господь. Юлиана Кругликова. Моя мама 4 года читает неосыпный псалтырь по благословению. Скажите, пожалуйста, можно ли его прервать? Есть вопрос, вот в чем заключается. Раз она у кого-то благословилась, то надо у того священника или у кого она благословилась, подойти и сказать, ну, по тем или иным причинам, ну, не может человек, да, или по состоянию здоровья, или там, да, многие проблемы бывают. Поэтому, я думаю, что надо подойти, у кого она благословилась, с тем этот вопрос и решить. Или же, если того человека нет или далеко он, то к местному священнику или к епископу к местному лучше подойти и поговорить. Хорошо, взять благословение. Наталья Аристова, Санкт-Петербург. Как простить все старые обиды? Простить так, чтобы никаких занос в сердце не осталось? Да, Наталья, вот если ты так прости, что ты близко к хорошему состоянию души. Простить вот так вот умозрительно, я тебя простил, и все, не получится. Простить, надо молиться, надо творить добрые дела, надо полюбить обидчика своего. Это очень тяжелый труд относительно занос. Входят они очень быстро, а вытаскиваются болезненно. Поэтому еще раз повторяю, и не надо унывать, что не получается сразу. Прудись. И постепенно угаснут эти занозы, и может быть нарывы будут, но все очистится с этим выходом какого-то зловонного состояния при нарывах. Да? Так и ты. Молись, терпи, но внутренне настраивай себя, что все кончено с обидами, и постепенно твои обиды исчезнут. Помогай, Господь. Александр Губанов, Челябинск. Мы встречаемся с девушкой уже два года, и на всем протяжении постоянная ссора, ругань, разногласия, на уступки не идем, миримся, но потом опять все то же самое. Расставались на полгода, не смогли, сейчас опять вместе, по сути, больше я не прав, но не получается сдержать себя, сильно амбициозный, вспыльчивый. Взаимоотношений нет. У нас, хотя я разговариваю о планах на будущее, помоги мне советам. Как стать спокойным, не вспыльчивым, уметь доступно мстить, без крик, надеюсь на ваш ответ. Ну, я не думаю, что здесь по принципу милые оборонятся, только тешатся. Может быть, у вас совершенно разный характер, а может быть, и не надо действительно предпринимать то, чтобы вам быть вместе. еще и еще раз внимательно проверить свои взаимоотношения, а относительно вспыльчивости своего характера. Ведь самая большая проблема в чем заключается вообще? Вот молодой человек или девушка, вдруг все-таки у нее загорелось сердце, ну, выйти замуж. Но перед тем, как выйти замуж, у той или иной стороны сложился образ. Вот, допустим, ну, к великому сожалению, не всегда нормальный. У нас сейчас девочки мечтают, чтобы ну, красивый был более-менее, чтобы тоже был здоровый, но главное, чтобы богатый был. Уже даже ищут таких, да, чтобы она потом жила спокойно, ровно, в достатке. и у парней, чтобы красивая была, статная, добрая была, чтобы была, может быть, хорошей женой, неплохо, чтобы она и стирала, еще и варила. И вдруг увидели, вот все это она или он, это мое. И начинают люди идти, то, что называется, к венцу, к браку. проходит какой-то очень короткий период. И получается, что образ-то был один, и они думали, что образ, они думали, что будут жить с тем образом, который они создали, а встретился человек с другими качествами. И начинается разочарование. Вот здесь очень важно вообще супружеская жизнь, особенно с первых шагов, терпеть. Вот Спаситель как говорит, носите тяготы друг друга. Что такое носите тяготы друг друга? У нас есть недостатки. Ни у кого нет вот таких идеальных качеств, что безгрешен, Бог один безгрешен. И вот если мы научимся носить эти тяготы, недостатки своих партнеров, мужа и жены, с той и с другой стороны, то постепенно свыкнется, слюбится и камешки шлифуются, становятся гладкими друг об друга. Так нередко бывает и в супружеской жизни. Попробуйте этот путь. Помогай, Господь! Субтитры